Вот проблема с воздухом, да, ведь у нас такая загазованность, такое количество транспорта в последнее время появилось на наших дорогах. Ну, как говорится, на наших дорогах, и мы все страдаем, и это действительно экологическая проблема. Это и социальная, и транспортная, и это все с тобой. Есть вообще какие-то вот разработки, и как это можно преодолеть? Есть, есть, есть. Вот сегодня и наша общественная палата, и вообще Российский народный фронт, и общественная организация Академии НОК занимается этой темой. Недавно было большое совещание общественной палаты, Йоффе Григорий Адольфович организовал, и докладывает и мэр нашего города Геннадий Бахарев, и другие специалисты, что город забит, дышать не нужно. Ну, предложения какие? Кольца там где-то добавить, светофоры добавить, какие-то меридиональные, и все, это все. Но мы же видим, что не решит это проблемы, тем более наша Симферополь, а с зажатыми узких улицах и так далее. Возникла очень интересная идея, она сегодня обсуждается во всем мире. Это Skyway, это струнный транспорт. И специалисты, разработчики, они любят Крым, из Минска прибыли к нам и доложили это, и на общественной палате, и доложили нашему главе республики Сергею Валерьевичу о том, что есть такое решение. Сегодня они провели выставки в Минске, в Москве, вот в Берлине, и сегодня идет аттестация этого транспорта струнного, который позволит и между городами носиться с большой скоростью, и в городах, и грузы перевозить и так далее. Очень амбициозный проект. Краснодар. Это быстро и экологически чисто? Экологически чисто. Не на топливе работает? Не на топливе, это электроэнергия. Электроэнергия, аккумуляторы, которые могут заряжаться от солнечной энергии, от какой угодно. Главное, что настолько все продумано, что небольшими усилиями по струнам транспорт может бежать между городами со скоростью 400-500 километров, в городах 100-120, ну а уже там, где надо, можно и поменьше. И вот что самое важное, генеральный директор и конструктор Юницкий Анатолий Эдуардович, он любит Крым, ну и не могу, так сказать, не рассказать о некоторых преференциях крымчан перед другими регионами, потому что сегодня там... И в чем же они? А в чем они? Дело в том, что у него любимая теща живет в Новофедоровке, и его дети любят отдыхать здесь, в Крыму, да, и его супруга наша, крымчанка, и поэтому у них есть вот такая... У Новофедоровки есть большая преференция, что с нее начнется, да? Делать струнный транспорт, начать в СНГ, прежде всего, с Крыма, миллионы туристов, красивый транспорт, современный транспорт, учащийся курортом от аэропорта и так далее. Это действительно голубая мечта, почему называется Skyway, это небесные дороги. Вложил он в этом много сил, средств, но сегодня проект финансируется народом планеты Земля, потому что выпустили акции, и сегодня 500 тысяч акционеров всего мира, от Латинской Америки, Австралии, Африки, Европы прежде всего, но и крымчане, и Севастополь остались не в стороне. Сегодня более двух тысяч инвесторов крымских, которые вложили, кто скромно там 100 тысяч рублей или 50, а кто-то из 100 тысяч долларов. Ну да, все в разные крымчане. Поэтому проект очень интересный, поэтому если мы создадим соответствующую здесь, ну такую ауру поддержки, моральной, административной и так далее, ну надо дать должное, что вот Сергей Валерьевич, после того, как доложили эту тему ему, буквально дал поручение, вот мне, как президенту Крымской Академии наук, съездить в Минск, увидеть этот полигон, побывать в этом технопарке, и я все это увидел, и, конечно, доложил о том, что это действительно не просто там... Стоит того. Стоит того. И потому что там уже сегодня вот Индия приехала с большой делегацией во главе с первым замом министра транспорта. Нам надо это все делать. Турция, 10 городов, мэр городов, нам надо это делать, потому что все города в мире задыхаются от транспорта. Совершенно верно. Есть решение.